Привет, друзья! Сергей Николаевич Галицкий – известный отечественный предприниматель, создатель сети магазинов «Магнит», занимает пост президента и владеет футбольным клубом «Краснодар», носит звание почетного гражданина Краснодара. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и запостите видео в соцсетях. Далее мы расскажем, как живет Сергей Галицкий и сколько он зарабатывает. История отечественного предпринимательства знает мало примеров, когда богатые и успешные создавали свой бизнес с нулевой отметки, не участвуя в приватизации выгодных предприятий или не продавая какое-нибудь сырье. Именно к таким единицам относится и Сергей Галицкий, который создал свое благополучие сам, без протекции, приватизации и торговли ценными ресурсами за рубежом. Он стал успешным благодаря своему трудолюбию и целеустремленности. Галицкий всегда считал, что нужно не ждать удачу, а искать и использовать возможности. Родился Сергей Арутюнян – это его настоящая фамилия – 14 августа 1967 года в поселке Лазаревское под Краснодаром. Его отец был армянином. О себе он говорит, что только на четверть считается армянином, остальное в нем русское. Он вырос среди русских, этот язык считает родным, а армянским даже не владеет, хоть и гордится своими корнями. Семья Сергея была не очень богатой, но и не бедной. Как и все мальчишки, в детские годы любил играть в футбол со своими друзьями. Однако в 14 лет он всерьез увлекся игрой в шахматы. Спустя два года Сергей уже был мастером спорта по шахматам. Гораздо позже он понял, что именно благодаря шахматам у него развилось логическое мышление и умение продумывать наперед все ходы. Это так необходимо успешному бизнесмену. Школьные годы Сергея прошли ровно. Он был хорошистом, мог бы учиться и лучше, но не хотел. Деловая хватка проявилась у мальчика с детских лет. Он занялся сбором фундука, оптом сдавал его на рынке, а вырученные деньги отдавал родителям. После получения школьного аттестата Сергей был призван в ряды советской армии, где честно ослужил два года. Демобилизовался он в 1987 и в том же году поступил в Кубанский государственный университет, отдав предпочтение экономическому факультету. Студенческие годы Сергею пришлось подрабатывать, и он нашел работу грузчика. Будучи студентом третьего курса, Галецкий стал автором аналитической статьи, которую напечатали в журнале «Финансы и кредит». Его выкладки, сделанные на основе глубоких познаний экономических вопросов, очень понравились редактору и другим компетентным людям. Вскоре после того, как статья была напечатана, на Сергея вышел руководитель одного из коммерческих банков и назначил ему встречу. Галецкому предложили стать в этом банке заместителем управляющего. С этого времени и началась его трудовая биография, которую он успешно совмещал с учебным процессом. Диплом о высшем образовании Сергей получил в 1993-м, после этого он еще на протяжении года ходил на работу в тот же банк, а потом написал заявление об уходе по собственному желанию. Галецкий сказал, что считает развитие банка бесперспективным. По прошествии нескольких лет он высказал мнение, что банк похож на меняльную контору. После того, как работа в банке осталась позади, Сергей задумал строить свой бизнес. Спустя год после увольнения он уже создал фирму Transasia, которая доставляла и торговала косметикой таких брендов, как Avon, Procter & Gamble, Джонсон и Джонсон. Идею попробовать свои силы именно в этом бизнесе Галецкому подсказал один из знакомых, который уже имел некоторые успехи на этом поприще. Сергей рискнул, оформил кредит на 30 тысяч долларов, купил первую партию товара компании Джонсон и Джонсон и реализовал его мелкими партиями. Прошел всего год, и Transasia имела права эксклюзивного дистрибьютора компании Procter & Gamble по южному региону. Однако Галецкий и не думал останавливаться на достигнутом, он решил продвигаться в другом направлении. Управление делами компании он передал партнерам, а сам решил попробовать силы в продовольственном бизнесе. С этого момента и начался настоящий взлет его карьеры и успешности. В 1995 Галецкий стал основателем компании Thunder. Прошло всего три года, и в 1998 в городе Краснодар появился его первый магазин Cash & Carry. В его планы не входила конкуренция с продовольственными магнатами, поэтому Галецкий открывал небольшие магазинчики в провинции, которые через некоторое время стали единой сетью под названием Magnit. Полное название сети звучит как магазины низких тарифов, и возникло оно благодаря конкурсу, проведенному среди топ-менеджеров этого предприятия. К 2001 году в составе сети было 250 магазинов, и она была самой разветвленной и крупной на территории России. В 2003-м товарооборот Magnit составил 1 миллиард 600 миллионов долларов и в разы превысил такой же показатель сети под названием «пятерочка». Спустя три года акции компании можно было купить на биржах РТС и ММВБ. В то время Галецкий был владельцем 58% всех акций, у совладельца сети Алексея Богачева было 15%, на руках топ-менеджеров находилось 8%, и инвесторы располагали 19%. 2007 год стал годом открытия первых гипермаркетов Magnit. В том же году Сергей стал генеральным директором сетевого магазина. Спустя пять лет сеть Magnit уже располагала почти тысячей продуктовых и пятью сотнями косметических магазинов. В 2012-м Галецкому удалось значительно расширить бизнес. В составе его сети появилась продукция компании Rouge. Спустя год Magnit занял лидирующую позицию на отечественном рынке торговли продуктами питания. В 2017 году предприятие Magnit стоило 15 миллиардов 600 миллионов долларов, и он оказался на восьмом месте среди таких же прибыльных организаций России. Лидировали в этом списке нефтяные и газовые корпорации, а также Сбербанк. Издание Forbes включило сеть Magnit в сотню успешнейших инновационных проектов. На отечественном рынке компания Галецкого находилась на третьем месте. Кроме успешного бизнеса по торговле продуктами, в который входят магазины и фабрики по выпуску продуктов, Галецкий стал основателем пиар-агентства ArtSite, гостиницы и ресторанов. В 2015-м он занял место в Наблюдательном совете Банка ВТБ. Как сказал бы Дмитрий Киселёв, совпадение не думаю. В 2015-м Сергей Галецкий продал 1% акций своей сети Magnit, выручив за это 10 миллиардов рублей. И ему понадобились деньги для развития других проектов. Кстати, по итогам 2021 года сеть магазинов Magnit увеличит до 26 041 точки с 21 564 точек на конец 2020 года с учетом 2000 магазинов, запланированных к открытию, и 2477 купленных у Dixie. Об этом говорится в презентации Magnit, посвященной сделке. Галецкий никогда не идет на компромисс, если ему навязывают свою игру. Несколько раз на протяжении своей коммерческой деятельности он конфликтовал с поставщиками по причине сокращения ассортимента их продукции. В 2005-м такой конфликт случился с брендом Mars, который хотел навязать Галецкому свои условия. Это его не устроило. Сергей прекратил сотрудничество с этой фирмой, убрал из ассортимента всю их продукцию и заменил ее отечественными аналогами собственного производства. Сегодня Галецкий владеет футбольным клубом Краснодар, который он создал еще в 2008-м, или точнее начал создавать в том виде, который мы имеем сегодня. Тогда это был никому неизвестный заштатный клуб. На свои средства Галецкий возвел стадион, который вскоре получил народное название Краснодарский колизей. Вскоре в Краснодаре появилась детская футбольная академия, которая считается одной из лучших в России и само собой парк вокруг стадиона. Для Галецкого эти вложения средств не бизнес-проект, а просто отдушина. Каждый год на развитие клуба он отдает более 40 миллионов долларов. Достаточно много денег уходит на футбольную академию, где подрастает смена нынешним игрокам команды. В 2011-м футбольный клуб Краснодар оказался в Премьер Лиге Отечественных клубов. Каждый футболист, который выходил на поле в составе своей команды сто раз, получил от Галецкого специальный приз – швейцарский Rolex. В 2016-м Сергея Галецкого пригласили в качестве лектора в бизнес-школу Сколково, где он поделился со слушателями особенностями организации больших бизнес-проектов. В конце 2017-го Галецкий вместе с другими представителями российской бизнес-элиты был приглашен на встречу с Владимиром Путиным. За месяц до этого бизнесмен был награжден почетной грамотой, которую ему лично вручил президент Российской Федерации. В феврале 2018-го года Сергей Галецкий продал большую часть своих акций в Магните – 29,1% банку ВТБ. Общая стоимость акций и прибыль от данной сделки составила 138 миллиардов рублей. Данное решение Сергей прокомментировал словами. Пришло время что-то изменить в своей жизни. Это было хорошее время. Это было непростое решение. Я основал эту компанию, но ничто не вечно. Толчком послужило то, что инвесторы не совсем так видят будущее, как основатель. Я не должен стоять поперек процесса. Если инвесторы хотят изменений, они должны их получить. Сейчас Сергей Галецкий живет все так же в Краснодаре, а точнее в частном поселке Екатериновка. Ходят слухи, что построен жилищный комплекс по инициативе самого предпринимателя. Вместе с ним в селе живут его родные и друзья. На Кубани этому району дали название – усадьба Галецкого. Бизнесмены не привлекают блага Америки, Европы и даже Москвы. Напротив, он не раз говорил, что хочет обустроить свой родной город не хуже заморских стран. В одном из интервью Ксении Собчак на вопрос о переезде в столицу он ответил, что не хочет находиться там, где только три месяца светит солнце. Краснодар Галецкий считает родным местом, а в 2021 году россияне назвали его лучшим российским бизнесменом. Его имя опрошенные вспоминали чаще всего. Об этом говорится в исследовании BWC и Фонда общественное мнение, ФОМ. А как вы относитесь к Сергею Галецкому? Оставляйте ответы в комментариях. Теперь о личном. Свою будущую жену Викторию Галецкую Сергей встретил в студенческие годы. Они учились в одном университете, девушка осваивала профессию бухгалтера. Точная дата их свадьбы неизвестна, потому что Сергей не очень распространяется о своей личной жизни. После бракосочетания Сергей Арутюнян стал Галецким. По информации из некоторых источников, отец невесты был категорически против того, чтобы дочь и будущие внуки имели армянскую фамилию. Некоторые считают, что Галецкий более благозвучно звучит. Фамилия древняя, знаменитая, княжеская. Что было истинной причиной такого решения неизвестно. Но с тех пор Сергей Арутюнян стал Сергеем Галецким. В ноябре 1995 супруги стали родителями дочери Полины. В настоящее время Виктория не работает, если кто-то думал, что жена миллиардера будет работать. Муж в состоянии обеспечить семье достойную жизнь. Полина продолжила дело родителей. Тоже получила диплом Кубанского государственного университета, где училась на экономическом факультете. В 2017 имя Полины Галецкой оказалось в списке богатых детей российских олигархов, где она оказалась на пятом месте. Но, как говорил сам Сергей Галецкий, он не хочет, чтобы дочь занималась бизнесом, как он. В 2011 Сергей Галецкий зарегистрировал свою страницу в Твиттере, где периодически публикует актуальные посты и новости. Галецкий питает настоящую страсть к роскошным автомобилям, предпочтение отдает Феррари. Кроме роскошного автопарка, он владеет еще и личным реактивным самолетом бизнес-класса, стоимость которого 25 миллионов долларов. Есть в его собственности и яхта, длина которой достигает 104 метров, а цена не менее 140 миллионов евро. Галецкого часто называют российским Сэмом Уолтоном, создателем Walmart, однако сам бизнесмен не видит ничего общего с известным предпринимателем. Сергей обладает невероятной работоспособностью и энергетикой, он умеет нестандартно мыслить и принимать верные решения. Галецкому обидно слышать, когда бизнесменов называют бандитами и ворами, потому что он нажил свое состояние честным трудом. Вот уже много лет он работает без выходных, то есть 7 дней в неделю Сергей продолжает строить свой бизнес. Сейчас, конечно, это относится не к сети Магнит, а больше к футболу, но те, кто знает реалии нашего футбола, понимают, что его работа также достаточно сложна. Поговорим и о доходах. В 2005 году Сергей Галецкий первый раз оказался в списках журнала Forbes, и с тех пор его имя не выбывает из списков миллиардеров страны. Сразу он оказался на 64-м месте. В 2011 он переместился на 24-ю позицию в российском и 185-ю в мировом рейтинге Forbes. В том году он владел состоянием в 5,5 миллиардов долларов. Спустя 4 года Галецкий занял соответственно 15-ю и 162-ю строчку рейтинга с состоянием 8 миллиардов 300 миллионов в американской валюте. В 2016 году его состояние уменьшилось до 5 миллиардов 700 миллионов долларов, и соответственно место в рейтинге стало 17-м. На следующий год Галецкий снова приумножил богатство до 6 миллиардов 800 миллионов, однако ему досталось только 18-е место. По состоянию на 2021 год американское издание оценивает состояние Галецкого в 3,5 миллиарда, где он занимает 40-ое место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2021. Друзья, если вам понравилось наше видео, но вы еще не подписались на нас, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях, в следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч, пока!